МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это заболевание сопровождает человечество на протяжении всей его истории. Столетия назад, в надежде исцелить опухоли, врачи нагревали их, прописывали пациентам настойки на основе мышьяка, советовали уехать подальше от болотистой местности, чтобы победить недуг. А в 17 веке прозвучали первые призывы вывозить больных раком за пределы городов. Считалось, что онкология заразна. К счастью, сегодня ученые уже точно знают, какие факторы действительно повышают риски возникновения рака, как лечить это заболевание, а также заражение какими вирусами может спровоцировать его развитие. Об этом в нашей программе. Добрый день. Сегодня мы поговорим на очень важную, актуальную тему – это онкологические заболевания у женщин. У нас в студии наш уже постоянный эксперт, главный гинеколог Департамента здравоохранения города Москвы, кандидат в медицинских наук Вера Вячеславовна Кореная. Вера Вячеславовна, тема такая достаточно сложная и грустная, но тем не менее, я думаю, что к концу передачи мы придем к определенному оптимизму в понимании наших зрителей и зрительниц в первую очередь тем проблемам, которые мы будем сегодня с вами обсуждать. Вот самые распространенные формы онкологии у женщин. Первые позиции занимают рак молочной железы. Его общий вклад в онкологическую заболеваемость – один из самых весомых. Второе место делят такие проблемы именно в женской сфере, как рак теломатки или рак эндометрии. И далее за ним следует рак шейки матки. Ну и более редкий рак, хотя и достаточно злой по своему течению – это рак яичников. Стадия, на которой обращаются пациенты с тревогами по поводу своего здоровья именно в этой сфере? Вы знаете, очень многое зависит от того, какой именно орган поражен. Если мы говорим о раке эндометрии, раке матки, то достаточно часто такие пациентки приходят на ранних стадиях, потому что это тот рак, который себя проявляет. И женщины начинают беспокоить кровенистые выделения вне цикла или слишком обильные во время цикла менструального. И это приводит пациентку к врачу. Поэтому мы достаточно часто именно этот рак можем диагностировать на первой-второй стадии. Достаточно нередко первая-вторая стадия мы диагностируем рак молочной железы, потому что всё-таки большинство женщин на сегодня проинформировано о том, что возможно проводить самообследование груди, ультразвуковое исследование груди, маммография доступны. Поэтому да, всё-таки мы достаточно часто видим эти раки на начальных стадиях. Достаточно часто нам даётся выявить рак шейки матки на начальных стадиях. Он относится к тем видам рака, которые визуализируемы. Мы можем увидеть этот орган, мы можем увидеть шейку матки при осмотре, мы можем взять цитологические мазки с шейки матки. То есть мы достаточно рано можем поставить этот диагноз, если пациентка приходит на осмотр. И один из наиболее проблемных моментов нашей практики – это рак яичников, он очень долго себя никак не проявляет. Он не беспокоит пациентку никак. Если она не ходит на регулярное обследование, к сожалению, к большому, часто именно рак яичников мы диагностируем поздно. И это тот рак, который не имеет благоприятного течения. В отличие, например, от рака эндометрия, который даже обнаруженный на не самых ранних стадиях, имеет хороший процент излечиваемости. Рак яичников не относится к этой категории хороших раков, поэтому вот это наша такая проблема и главная боль, что если пациентка не обращается к врачу, мы, к сожалению, найдём этот рак слишком поздно. То есть мы можем говорить о том, что ежегодные визиты к гинекологу – это залог всё-таки ранней диагностики. Если уж суждено этому диагнозу случиться в жизни женщины, то, по крайней мере, он случится на том этапе, когда медицина может его полностью излечить. Безусловно так, и очень важно понимать, что к врачу, гинекологу или на ультразвуковое исследование не надо идти тогда, когда вас уже что-то беспокоит. Раз в год посетить гинеколога и выполнить УЗИ органов малого таза и в определённом возрасте сделать УЗИ молочных желёз в раз в два года или маммографию в раз в два года – это, в первую очередь, уважение к себе, уважение к своим близким, потому что ведь это очень страшно – потерять своих близких. Поэтому, если вы любите и уважаете не просто себя, а любите и уважаете своих родных, позаботьтесь о своём здоровье, в первую очередь, хотя бы для них. Мы продолжим этот очень серьёзный и важный для нас всех разговор, а сейчас прервёмся на нашу постоянную рубрику «История болезни». В каждой нашей программе мы знакомим наших героев с достойными специалистами, которые помогают им решить ту или иную проблему со здоровьем. Сегодня таким специалистом будет замечательнейший онколог-мамолог. Но предварительно мы выясним, какие жалобы есть в нашей героине. Здравствуйте, Екатерина. Меня зовут Александр, это Сергей. Екатерина, в двух словах для нас, Сергеем, и для наших зрителей расскажите, пожалуйста, что всё-таки вас привело к нам? В данный момент у меня есть какая-то тревожность, что что-то вот с грудью моей не так. Дискомфорт, какие-то неприятные ощущения. Она постоянно напоминает о себе. В обычной жизни ты её не замечаешь, а здесь как-то вот она тяжелее, иногда даже какие-то неприятные болевые ощущения. Скажите, пожалуйста, а вот у специалиста-мамолога А вы были когда-то прям прицельными? Да, я была с похожей ситуацией 4 или 5 лет назад, и тогда всё было в итоге хорошо. А после этого уже не обращались? После этого нет, не обращались. Ну, есть тревожные симптомы, есть боли, дискомфорт, да. Прошло достаточно большое время после последнего визита к специалисту. Я думаю, это повод для того, чтобы получить всеобъемлющую консультацию нашего замечательного мамолога. Пойдёмте. Если вы нашли что-то у себя в молочной железе, заметили какие-то изменения, соска, ореолы, самой кожи, железы, страшного в этом ничего нет, нужно просто дойти до доктора. И это совершенно не значит, что это... Даже если есть какие-то изменения, и вы увидели в интернете похожие картинки, это совершенно не значит, что это четвёртая стадия и всё прочее, и ситуация непоправимая. Екатерина, при осмотре никакой патологии не вижу. Исследование надо будет сделать всё равно обязательно, потому что, может быть, какая-то обнаружена непальпируемая патология. Маммография и ультразвук молочной железы – это два исследования, которые дополняют друг друга. И если на одном из них патологических образований не обнаружено, это не значит, что их нет. Меня часто спрашивают, что лучше – УЗИ или маммография, как вообще определиться с тем, что нужно. И тот, и другой метод может быть использован в любом возрасте. И действительно, есть опухоли, которые видны только по УЗИ, есть опухоли, которые видны только по маммографии. Мы обычно их комбинируем, сочетаем между собой для того, чтобы найти или быть уверенным в том, что ничего нет. Все результаты исследований нужно показать своему лечащему врачу. Ведь своевременная диагностика – это половина успешного лечения. Есть мнение о том, что если в заключении написано, например, «Бирац-2» или «Фиброзно-кистозная мастерпатия», или «Ничего там специфического не обнаружено», женщина считает, ну, вроде бы все хорошо, зачем мне идти дальше к врачу. Из последнего у меня была ситуация на приеме. Пациентка обратилась ко мне с тем, что у нее изменилась кожа на молочной железе. И она говорит, ну, я, в общем-то, понимаю, мне там сказали, что у меня, наверное, ничего нет. Но вот настолько она была ответственна за свое здоровье, что она пошла еще задним мнением. И на самом деле онкологи ее до этого не консультировали. Ей сказали о том, что у нее просто изменение кожи, ничего страшного. А ей уже было больше 70 лет на тот момент. И у нее, на самом деле, при исследованиях, которые она принесла с собой, было все нормально. Но проблема была в том, что была неправильная техника исследования. То есть была, ну, скажем, грубо, плохо сделана маммография. И не был захвачен тот участок железы, в котором у нее была патология. И, естественно, если бы ее посмотрел онколог, он бы сразу сориентировался и сказал, что у нее просто опухоль в том месте, где, ну, вот, не захватил маммограф, не захватил снимок. Вот. И, соответственно, у нее при исследованиях-то было все нормально. Более того, ее консультировали хирурги, дерматологи. И они просто сказали, что это изменение кожи и ничего там страшного нет. Но, к счастью, сейчас у нее все хорошо, мы уже закончили лечение. Рентгеновское исследование молочных желез врачи рекомендуют проводить раз в два года с возраста 40-45 лет. Но эти рекомендации подходят для тех женщин, которые не имеют отягощенного семейного анамнеза. То есть ни у кого из ближайших родственников не было рака груди или яичников. Если наследственные факторы имеются, то необходимо сделать генетическое исследование на мутации гена BRCA. И если они будут выявлены, то тогда женщина должна обращаться к маммологу, раз в полгода, начиная с 25 лет. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Давайте закроем дверь. У нас сегодня встреча посвящена обсуждению результатов исследований. УЗИ мы с вами вместе сделали, там все хорошо. Момографию я вашу оценила, там тоже все абсолютно в порядке. С чем я вас поздравляю. Спасибо. Я тоже, да, очень рада, что у нас с вами такие результаты. В следующий раз визит примерно через год. Те ощущения в молочной железе, которые были, они наиболее вероятны не специфического характера и сильно заостряться на них не надо. Если вдруг молочная железа будет сильно беспокоить, особенно в какой-то области, то можно использовать обычные несироидные противовоспалительные средства. Если это сильная боль, да, если это просто дискомфорт, неприятные ощущения, то вот сильно заостряться не нужно, потому что мы проверили, и все хорошо. Процентов 70 вообще боли в молочной железе, оно никак не связано с субстратом каким-то в молочной железе. То есть ничего мы не находим при исследованиях, все абсолютно нормально, и большая часть вот этих болей, она просто циклическая. И на самом деле от цикла к циклу вот может разниться. То есть может в одном цикле действительно сильно беспокоить, в другом цикле не беспокоить вовсе. Бывает так, что это в пределах полугода может повторяться, но это все варианты нормы. Сергей, вот многие люди считают, что врачи достаточно циничные люди, да, по характеру, но я лично себя к этой категории отнести не могу. Почему? Потому что сейчас я искренне рад за нашу героиню, да, за ту ситуацию с ней, что она оказалась здорова, и ее опасения оказались напрасно. А я рад, что ты рад, что Екатерина рада. Но мы чуть было не забыли одну вещь, то, что онкологические заболевания груди могут быть не только у женщин. Да, действительно, в редких случаях данная патология может быть и у мужчин. Поэтому, дорогие мужчины, если у вас визуально изменился сосок, появилась отек или изменение окружающих его тканей, не надо бояться. Обратитесь хотя бы к врачу общей практики, чтобы он при малейших сомнениях направил вас на консультацию к онкологу. Получив направление к онкологу, не нужно переживать. Ведь сейчас все чаще и чаще находят новые варианты лечения онкологических заболеваний. И пациенты уходят полностью здоровыми. Мы продолжаем наш разговор с нашим экспертом, по-прежнему в студии Вера Вячеславовна Кореная, главный гинеколог Департамента здравоохранения города Москвы. Вера Вячеславовна, рак шейки матки. Есть совершенно не связанный с гинекологией, я бы так сказала, да, такую интригу, вынесу подход к профилактике и лечению данного вида заболеваний. Давайте поговорим о ВПЧ, вирусе папилломы человека, о совершенно, казалось бы, не имеющем отношении к гинекологии вирусы, да, бородавке, такая проза жизни и такая серьезная история онкопроцесса, связанной с гинекологией. Вот давайте про эти связи, что важно знать, что можно сделать и какие есть успешные опыты. Обсудим это. Вирус папилломы человека – это огромная группа вирусов. Это не один вирус, их сотни, их тысячи разных типов. И есть те группы ВПЧ, вирусы папилломы человека, которые передаются половым путем и которые живут в половых путях. Женских или мужских. Когда этот вирус попадает в клетки, в клетки слизистой, в том числе в клетки шейки матки, он, как любой другой вирус, встраивается в геном клетки и начинает вместе с делящейся клеткой тоже размножаться. И по мере того, как происходит деление клеток, клетка претерпевает изменения из-за вируса, который присутствует внутри нее. Постепенно клетка из нормальной становится менее нормальной, потом все хуже, хуже, дальше, дальше. И развивается заболевание, которое называется дисплазия шейки матки. Есть разные стадии, всего три стадии. Первая, вторая, третья. И каждый из них приближает пациентку к заболеванию раком шейки. Мы всегда говорим о том, что не у всех женщин, у которых есть ВПЧ, разовьется рак шейки матки. Но у тех, у которых он развился, ВПЧ есть всегда. Или, по крайней мере, он был когда-то, потом произошла его элиминация, то есть удаление его из организма. Но та поломка, которую он вызвал в клетке, она уже необратима, она уже произошла. Почему можно предотвратить рак шейки матки? Потому что существует вакцина от вируса папиллома человека. Причем именно от тех типов, которые наиболее опасны в отношении рака шейки матки. Вакцины от вируса папиллома человека существуют на рынке очень давно. Они проверены, и они не оказывают никакого негативного влияния на здоровье девочки, ни на развитие у нее каких-то психических нарушений, ни на ее способность стать матерью в будущем. Это защита женщины от инфицирования вирусом папиллома человека. Важно понимать, что оптимальный срок для вакцинации – это срок до начала половой жизни. Возраст от 9 до 13 лет. Ну, в среднем. Можно ли вакцинироваться после начала половой жизни? Можно, даже если в анализах был выявлен уже присутствующий тот или иной тип вируса папиллома человека. Потому что вакцина защищает от нескольких типов. Если у вас есть один тип, значит, вы можете защититься хотя бы от остальных типов. Вакцинация вообще на самом деле доступна и для взрослых женщин. Вплоть до 45 лет она возможна. В некоторых странах практикуется так называемая гендерно-нейтральная вакцинация, когда вакцинируются не только девочки и женщины, но и вакцинируются и мальчики, и юноши, и мужчины. И в этих странах достаточно быстро удалось добиться радикального снижения частоты выявления дисплазии шейки матки, рака шейки матки и в том числе так называемых анагенитальных кандилом, тех самых, ну, условно, бородавок, которые тоже вызываются вирусами папиллома человека. Обычно кандиломы вызываются неонкогенными типами вирусов. То есть, если есть кандиломы, это означает, что присутствует тот вирус, который в меньшей степени, в вероятности, вызовет рак шейки матки. Но это тоже достаточно неприятное заболевание. В любом случае, вакцинация защитит вас и от серьёзных проблем, таких как дисплазия рака шейки матки, ну, и от таких более косметических проблем кандиломы анагенитальной области. Мне кажется, важно и нужно понимать, что вирус папилломы человека так ленче обнаруживается от 50 до 80% населения. Причём, действительно, это абсолютно гендерно-мейтральный вирус, поражающий как мужчин, так и женщин. И здесь это очень важный, принципиально важный момент, что именно в тех странах, в которых вакцина-профилактики, в том числе рака, ассоциированного с вирусом папилломы человека у женщин, дали блестящий результат. Поэтому вакцинация во всех её видах, в том числе и в системе координат борьбы с раком, очень важна и актуальна. Вот такой вопрос. Считается, что онкология гинекологической сферы – это всё-таки наследственная проблема. И очень часто, безусловно, каждый врач, собирая анамнез, уточняет наличие тех или иных заболеваний у родственников, близких, у родных, у родителей, у более старшего поколения. Но всё-таки насколько это так, и какие раки наиболее, вероятно, ассоциированы с генетической поломкой, и какие менее? Продолжая тогда разговор про рак шейки матки, давайте про него сначала и скажем. Так как мы только что проговорили, что рак шейки матки преимущественно вызывается именно вирусом папилломы человека, то понятно, что никакая наследственность здесь ключевой роли не играет. Играет роль факта инфицирования. Но есть те раки, которые действительно ассоциированы с генетическими поломками. Это в большей степени рак яичников. Есть мутации, выделены мутации. И анализ на эти мутации на сегодняшний день совершенно доступный. Можно эти анализы сдать. Мутации, которые ассоциированы с более высоким риском в развитии рака молочной железы и рака яичников. Если вы без сдачи анализов хотели бы понять, входите ли вы в группу риска по плохой наследственности, по онкологии, задайтесь вопросом, есть ли у вас среди ближайших родственников имеется в виду мама, бабушка, тетя, родная сестра, двоюродная сестра, но не далее этого круга, есть ли среди них кто-то, кто болел раком молочной железы, раком яичников или раком ксимбовидной кишки. Вот эти три рака, они для нас составляют триаду, про которую, когда мы слышим, мы сразу более пристально на эту пациентку начинаем смотреть именно с позиции плохой наследственности онкологической. И надо сказать, что есть еще третья группа раков, которые в меньшей степени ассоциированы с наследственностью, хотя факторы косвенно участвующие там тоже есть, они в большей степени ассоциированы с образом жизни. Это рак эндометрия, рак матки. Основными факторами риска развития этого рака является ожирение, избыточная масса тела, отсутствие беременности, закончившейся родами в анамнезе у пациентки, и курение. То есть вот это те основные факторы риска, которые существуют для рака эндометрия. И прекрасно понятно, что большинство из этих факторов риска, они предотвратимы. Ведь можно бросить курить, можно нормализовать массу тела, хотя бывает это очень сложно, но сегодня эндокринологи работают с такими пациентами, и основная цель их работы – это не достижение косметических результатов, а именно достижение конечных точек, снижение частоты онкологии, снижение частоты инфарктов и инсультов, что является на самом деле основной причиной смертности. Поэтому вот это тот рак, в котором вы тоже можете принять активное участие в его профилактике, исключив то, что нужно исключить. Уважаемые наши телезрители, а главное – зрительницы, мы сегодня поговорили об очень важной проблеме, которую можно и нужно решать и профилактировать. Убедительно просим вас, вакцинируйте своих дочерей от вируса папиллома человека. И обязательно ходите к гинекологу хотя бы раз в год. К сожалению, каждый из нас в течение своей жизни несколько раз сталкивается с ситуациями, когда кому-то рядом нужна помощь. И не обязательно быть медиком или врачом для того, чтобы помочь человеку до приезда медицинской бригады. Как не растеряться, что делать и чего не делать, говорим в нашей традиционной рубрике о первой помощи. Отравиться можно чем угодно – едой, водой и даже воздухом. В списке опасных – отравление химическими веществами. Как правильно оказать первую помощь при отравлениях, узнаем сегодня. Первое – всегда мы вызываем скорую помощь. И затем уже, пока к нам едут врачи, начинаем оказывать первую помощь. Так, самым простым решением будет позвонить по номеру токсикологической консультации. Мы вызвали медиков. И затем обращаемся за консультацией в другую организацию, в токсикологический центр Федеральной медико-биологической академии. Так, где же я возьму этот телефон? Телефон можно найти в интернете. А вообще это 8495-628-1687. А если я позвоню в 112? Если позвонишь в 112, ты вызовешь себе скорую помощь, но не получишь консультацию. Этот номер хорош тем, что по нему тебя проконсультируют, что делать при отравлении конкретным веществом. Но это именно касается непищевых отравлений. Позвонив туда, ты получишь консультацию, поэтому тебе нужно знать, чем и желательно в каких количествах отравился пострадавший. Очень важно назвать полное наименование того предмета, вещества, которое мы проглотили, выпили, с которым мы проконтактировали, и объём этого вещества. То есть не нужно читать состав, не нужно перечислять все количество кислот или щелочей, которые могут входить в состав того или иного химического раздражителя. Достаточно будет проговорить торговое название и объём. То есть я правильно понимаю, это нужно случайно выпить какую-то химию? Стиральный порошок, например, жидкость? Случайно, либо преднамеренно случаи бывают абсолютно разные. Так, например, дети могут абсолютно преднамеренно выпить бытовую химию, не зная, что она опасна. Затем мы просто следуем тем инструкциям, которые нам дают специалисты токсикологического центра, самое важное, что надо понимать, без их рекомендаций мы рвоту не вызываем, потому что есть вещества, которые будут как раз-таки при рвоте опасны, то есть они настолько токсичны, что могут повредить ещё и нам не только на входе, но и на выходе. Отравление химическими веществами опаснее, чем обычные пищевые, потому как химические вещества могут вызвать химические реакции в организме нашем и привести к каким-то тяжёлым последствиям для внутренних органов. Можно ли выпить воды в таких случаях? Можно выпить воды, но только если мы уверены, что вот эта токсическая жидкость не прожгла человеку настрый желудок. Это мы поймём по очень сильной боли в животе. Если такая сильная боль, всё равно нельзя вызывать рвоту? Мы вызываем рвоту, только если нам говорят об этом специалисты токсикологического центра. Мы, к сожалению, сами не всегда можем знать, насколько будет токсично это вещество при рвоте. Лучше позвонить в токсикологическую службу и проконсультироваться по каждому конкретному веществу, которое мы могли проглотить, потому как мы не знаем, какие последствия могут возникнуть из-за промывки желудка, потому как даже если мы вызываем рвотную реакцию, вещество может быть настолько токсично, что оно будет реагировать с пищеводом и только вызывать дополнительный дискомфорт. Существуют ли какие-то лекарства, которые можно принять при таких химических травлениях? Смотри, вообще их нет. При этом самое главное не пытаться, например, не перелизовать кислоту щёлочью или щёлочью кислотой. У нас ничего не получится, но тем самым мы можем только усугубить состояние постыдавшего, в липни вот дополнительное химическое вещество. Почему? Потому что в организме, видимо, всё работает по-другому внутри организма человека. Мы не специалисты, мы не подберём дозировку, мы не подберём нейтрализующее вещество. Как бы не всё так просто, что любая кислота нейтрализуется любой щёлочкой, и любая щёлочь любой кислотой. Плюс ещё нужно учитывать кислоту, которая находится в желудке человека. Всё верно. В принципе, может быть, она тоже может как-то нейтрализовать состав? Но мы этого не знаем, мы не медики. И самое главное для нас – вызвать медиков, позвонить в токсикологический центр и следовать всем указаниям специалистов на другом конце провода. При оказании первой помощи важно соблюдать осторожность и не тревожить пострадавшего лишнее время, потому как у него уже могут идти химические процессы внутри организма, и любое неловкое движение, любые его перевороты, перекладывания, просьбы куда-то добежать, дойти, могут только усугубить состояние. Поэтому максимально бережно относимся к пострадавшему и выполняем все инструкции токсикологического центра. И если у нас дома есть маленькие дети, то очень важно хранить такие вещества в недоступном для детей месте. Всё верно. Лучше всего не допускать случаев, когда нам понадобится бедная помощь. Девушки, спасибо большое. Теперь мы знаем, как оказывать помощь при химических отравлениях правильно. Врач – одна из самых благородных и сложных профессий. Врачевание – это путь и служение. Врачом нельзя стать за одну минуту. Врач совершенствуется, развивается, растёт всю свою жизнь. А жизнь становится работой. А работа становится жизнью. Есть ли в этом пути место личной жизни? Может ли человек выключиться для занятий чем-то для себя? Имеет ли он на это право? Как вообще живут врачи? Нам показалось интересным поговорить с вами об этом. Здесь у нас аденома левая и верхняя около щитовидной железы. Вот это щитовидная железа. Вот мы поднимаемся к верхнему полюсу. Вот она расположена. Вот, собственно, эту опухоль мы будем удалять. Плюс ситуация в данном случае осложняется тем, что у пациентки беременность. Поэтому операция направлена сразу на две цели. С одной стороны, мы лечим маму. С другой стороны, её будущего ребёнка. Владимир Ванушка специализируется в эндокринной хирургии и онкоэндокринологии. В Российской Федерации заболевания щитовидной железы имеются почти у 40% населения. И этот показатель растёт. Поэтому кроме операций, которые проводит доктор, не менее ценна его научная деятельность. Владимир Эдуардович является соавтором множества современных клинических рекомендаций по диагностике и лечению заболеваний щитовидной железы. Со школы я увлекался биологией, химией, физикой. И, наверное, класс с 8-го я стал посещать кружки, которые назывались «Юный медик». И уже в 83-м году попал в «Юный медик», который был при первом в Московском медицинском институте, что окончательно уже утвердило меня в выборе врачебной профессии. Я определился, что я хочу быть хирургом. Наверное, это тоже зависит от характера, потому что это самый быстрый путь и самый быстрый результат лечения. В отличие от других медицинских специальностей, где и сам процесс лечения, и из лечения более длительный. Сделал операцию человек здоровый. Как дела? Покажете? Ну, что мы сделали? Всё хорошо. Всё замечательно, отдыхаете? Всё зависит от тех навыков, которые нарабатываешь. Но это может быть исключительно в ситуации, когда ты видишь этих пациентов. Что называется от и до, от первых диагностических манипуляций, там, не знаю, пальпации брюшной стенки. То есть, чтобы знать руками, что называется, живот, как это говорят хирурги. И вот, если мы говорим о хирургической школе, я очень благодарен. Именно факультетской хирургии и первого меда, потому что я прикоснулся к этой школе. И спасибо огромное моим учителям, которые меня этому научили. Школа позволяет выйти из любой сложной ситуации, если вот соблюдать определённые правила. Те самые нюансы. И поэтому я перфекционист хирургии. Это очень важно, мой взгляд. Естественно, в свою очередь я теперь это передаю уже своим более молодым коллегам. Владимир Эдуардович – это один из лучших хирургов, эндокринологов в нашей стране. Это абсолютно точно. Эндокринная хирургия – это всё-таки такая отрасль, достаточно узкая, где каждый, практически, кто занимается, ей друг друга знает. Да, это, ну, не так много людей. И кто на что способен у нас, да, в нашей специальности, ну, знает. Я возглавляю подразделение хирургическое под номером 2, где у меня работают замечательные коллеги, которые каждый сам по себе уже, так сказать, большой самостоятельный хирург, которые могут решать задачи любой сложности. С другой стороны, мы продолжаем учиться, потому что в хирургии, да, мы учимся всю нашу оставшуюся жизнь. Владимир Эдуардович – сердце нашего отделения. И, ну, я точно знаю, что я та, кто я есть в своей профессии, только потому, что в моей жизни был Владимир Эдуардович, и он меня всему научил. И учит, и продолжает учить. Я надеюсь, будет. С коллегами работать очень комфортно и приятно. Естественно, мы должны как-то себя друг друга прежде всего беречь. Вот всевозможных, да, взаимодействий межличностных. Мы, друзья, стараемся как можно меньше друг друга расстраивать. Мне нравится, как кто-то из ординаторов подметил. Она сказала, что, Владимир Эдуардович, у вас по ходу операции все очень весело, смешно, все шутят, слушают музыку. А вот у моего коллеги, как сказала она, каждая операция – это маленькая трагедия. Мы всегда слушаем музыку. Естественно, у нас достаточно весело. Это закрытая тема, медицинский юмор. Мы всегда воспринимаемся обывателем. Но порой это попытка, как бы, объяснить, защитить себя от профессионального выгорания, которое, безусловно, присутствует всегда. Поэтому мы пытаемся не заставлять друг другу проблем, чтобы сохранять нормальную атмосферу психологическую в коллективе, которая помогает решать нам достаточно сложные, серьезные задачи. Все, спасибо большое. Спасибо. Надо покашлять еще раз. Ну, отлично, хорошо. Ну, отлично. Значит, сегодня лежать, не подниматься, активизация, завтра в синагоге. Послезавтра мы отпустим вас домой. Вопрос, так скажем, ответственности, он, естественно, на мой взгляд, продолжается после выписки из стационара, потому что могут быть отсрочены хирургические осложнения. По своей сути, вот как-то я для себя не разграничаю тот период, когда моя ответственность заканчивается. Естественно, я и морально, и юридически отвечаю за каждого своего болезня. Больного, которого я оперирую, и которого я впоследствии в большей степени наблюдаю. Рабочий день не заканчивается, потому что уже после того, как мы закончим оперировать, во-первых, у нас есть прием, который начинается в 4 часа, продолжается до 8 вечера. Вот. Потому что, ну, к сожалению, другого времени, чтобы принимать пациентов у нас нет. Я стараюсь принимать два раза в неделю здесь. Потому что действительно запись очень большая. Присаживайтесь к подушке и ложитесь так, чтобы голова-влаза прокинута, да, подбородок максимально вверх. Никогда нельзя экономить время на беседе с больным или с его родственниками. То, что должно быть самым ключевым в общении больного и врача, это доверие. То есть пациент, который идет на операцию, должен доверять хирургу. Вопросы по операции? Нет, все очень доступно. Можно рассказать, объяснили. Да, хорошо. Анестезиолог не посмотрел еще? Пока нет. Да, значит, придет анестезиолог еще. И у нас завтра первая очередь. Примерно, это, наверное, 8.30-9. Мне нравится моя профессия. И, опять же, я говорю, психологически для меня важно то, что это самый быстрый путь лечения, да, выздоровления пациента. Так, значит, завтра... Завтра-завтра у нас... Вот завтра будет ПГПТ. И два гиперпара, да? Хорошо. С этим решили. Ага. Хорошо. Удалось уехать вот в начале шестого. Было три операции, собственно говоря. Это привычный рабочий день. Вот сегодня обошлось без каких-то совещаний, конференций. Поступило предложение от моих, так сказать, близких знакомых участвовать в вокально-инструментальном ансамбле. Это всего лишь навсего вторая репетиция. Вот, бас-гитару я не держал в руках, соответственно, с 95-го года. Потихоньку надо входить в форму, вспоминать, как играть. Работа занимает очень много времени. Практически все мы живем на работе, поэтому, когда есть какое-то еще замечательное дело, это всегда полезно. Идея какая? Мы все закончили первый мединститут. Первый мединститут, все равно наш альматор. В разных этапах все играли в рок-группах. Владимир Владимирович – это легенда вообще первого мединститута для тех, кто там учился. И даже для меня. Он знал, что он был такой легендой. Моя сестра училась на его песнях. Она приехала из Сеченовца году так в 96-м. Это лагерь, где Владимир Владимирович уже к тому моменту лет 8 был за урок звездой. И меня даже заподозрило что-то, что она в него влюблена. Это носит трава. Наверное, все там были влюблены, это факт. Мы согласились, по-моему. Но не все. Но не все. Но у меня замысел был прекрасен. У нас пока ни черта не получается так, как замысел. У нас вторая репетиция, мы только на самом старте находимся. Ну что, давай сыграем еще что-нибудь. Давай. Ну что, это типа группы, которые играют на танцах. Цель – это некие локальные события, небольшие конгрессы, где можно потом вечером на товарищеском мужу не выступить, поиграть какие-то песни общеизвестные. Пока никаких запланированных концертов нет. Пока надо пообщаться, сыграться, продумать репертуар, как только мы будем готовы, мы сразу что-нибудь придумаем. Профессор, мамушка снять. И мы все собрались сегодня в этом зоне. Про вас, мое. Даже мошеный друг пришел, И нам всем стало хорошо. И мы не пишем, и мы пишем, и специя, аллю-лю-лю-лю. Балар тебе, аллю-лю-лю. Про тебя же, аллю-лю-лю. Пришло время прощаться. Заботьтесь о себе. Думайте о своем здоровье. А мы, мы всегда рядом.